Встретили участников мероприятия тематическими композициями вокальные ансамбли. По традиции, прежде всего, состоялась торжественная передача символа, кинематографической хлопушки кумертаусцам. Она в формате эстафеты вручается участникам киномарафона вместе с диском, фильмами производства киностудии «Башкортостан». Напомним, что старт республиканскому киномарафону был дан в январе в Уфимском кинотеатре «Родина». На открытие мероприятия в Кумертау были приглашены учащиеся городских образовательных учреждений. Целью этого киномарафона является пропаганда российского кино и, конечно же, пропаганда башкирского кино. Все участники сегодняшнего мероприятия увидят три фильма. Это краткометражные, документальные и мультипликационные фильмы. Это фильмы киностудии «Башкортостан». Участников киномарафона от имени главы администрации поприветствовала его заместитель Наталья Лапшина. Ну-ка, хорошо мне? И мне хорошо. Первым зрителям был представлен мультипликационный фильм «Алдар и серый волк» режиссера Риммы Шарафуддиновой. Забавный мультфильм, озвученный на двух языках – башкирском и русском – порадовал всех присутствующих. Следующим сюрпризом для гостей мероприятия стал документальный фильм сценариста Магафора Цимербулатова «Рожденный дважды». Я ожидаю от этого фильма душевных таких эмоций, как бы испытать сильных эмоций. Вот сам пришел сюда поддержать, как бы, этот пример этого фильма, вот спеть нашим ансамблем песню «Белетика в кино». Вот очень долго ждал, как бы, премьеру такого фильма. Не хватало такого фильма. Главный герой киноленты – Ирик Зарипов. Четырехкратный чемпион Параолимпийских игр 2010 года в Ванкувере. Спортсмен прошел немало испытаний, прежде чем сумел достичь высшего спортивного мастерства. Самым тяжелым для него стало восстановление после серьезной аварии и ампутации обеих ног. Он два года был в этом. Депрессия у него была. Все боялись, что он что-нибудь с собой не сделал. Все эти были. Я с работы бежала. Если видела, он за подъездом стоит. Некреции или скорые. Для меня это было все. Пока вот я не зайду в дверь, не увижу, что он. Один раз еду, он на подоконнике сидит. Я бегу. Добежала, думаю, уже все, прыгать сюда собрался. Он говорит, не беги, что бежишь? Я говорю, а ты что так делаешь? Я говорю, тихонечко. Он говорит, что делаю, что делаю? Окна мою, что делаю? После окончания фильма у всех зрителей была возможность побеседовать с автором его сценария, Магафором Тимирбулатовым. Задать ему свои вопросы. Мы по всей республике, по всем муниципальным районам и городским округам показываем наши фильмы. Здесь анимации, документальное кино, игровое. Я горжусь за свою работу. Они все участвовали на фестивалях, получали очень солидные призы. Напомним, что большинство мероприятий, прошедших в этом году в нашем городе, были посвящены пропаганде российского кино. Министерство культуры Российской Федерации и Республики внесли немалый вклад по открытию кинотеатров в нашем регионе. В частности, Горняк стал участником проекта, в результате которого фондом кино были выделены средства на модернизацию кинотеатра. Поэтому можно считать, что год кино для Кумертал стал не только символичным, но и достаточно успешным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...